Здравствуйте! В знак признательности всем педагогам, учителям нашей страны 2023 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Основная миссия года наставника и педагога – это выражение благодарности всем тем, кто нас учит, любит, воспитывает, проживает с нами трудные и счастливые моменты. Во всех толковых словарях слово «наставник» трактуется одинаково. Это специалист, профессионал, у которого можно получить совет и рекомендацию. Своё человеческое тепло и свои знания наставники отдают людям, которые окружают их, будь то студенты, родители или коллеги. Сегодня мы начинаем цикл программ «День наставника» на Самарагис, и я представляю гостей в студии. Павел Борисович Панич, директор Центра внешкольного образования творчества городского округа Самары. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, вам выпала сегодня такая честь открыть цикл программ на нашем телеканале «День наставника». Но прежде чем мы с вами поговорим о наставничестве, я попрошу рассказать вас о себе. Краткие вехи вашей биографии, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Это большая честь для меня. И, знаете, то, что связано с историей моего вхождения в педагогику, это давняя очень история. Я не буду в нее углубляться и детально расписывать все нюансы этого дела. Ну, то пробегусь только по основным вехам. В 1974 году я, еще будучи школьником, пришел во дворец пионеров советского района города Куйбышева. Пришел в пресс-центр. Великолепный совершенно коллектив, который встретил меня радушно, в котором я прижился, в котором стал заниматься творчеством. Мы ходили в походы, мы делали великолепные вечера, проводили прекрасные встречи, ездили по местам ссылки декабристов, например. Вот. И в 1977 году поступил в Куйбышевский авиационный институт, в факультет двигателей летательных аппаратов, где, собственно говоря, прошел обучение, не жалею нисколько, потому что это была великолепная школа. Все время, пока я обучался в институте, я продолжал уже работать в дворце пионеров советского района. И вместе с Шишкановой Людмилой Григорьевной мы тогда создали турклуб «Туристенок». Турклуб «Туристенку» в этом году уже 46 лет. Он прекрасно жив. В нем очень много детей, очень много поколений, которые прошли через этот коллектив. Ну и, я думаю, родители и дети не жалеют, что они прошли такую школу. Потом у меня была инженерная деятельность, исследовательская работа, научная работа. И все это время я продолжал работать во дворце пионеров. Ну и, в конце концов, в 77-м году меня назначили исполняющим обязанности директора дворца пионеров, а в 88-м году я стал директором. Ну, вот такой путь. Уже 35 лет я директор этого учреждения. Но вот все-таки, скажите, пожалуйста, Павел Борисович, почему вы выбрали все-таки педагогику? Вы рассказали, со чего все начиналось. То есть, получается, душа всегда лежала к детям, к творчеству? Да, это, конечно, именно так, потому что я глубоко убежден, что дополнительное образование – это не какой-то второстепенный придаток к основному общему образованию. Это образование, доведенное до полного. Вот, наверное, такое определение – это чрезвычайно важно, потому что система образования, даже в соответствии с законом об образовании, она включает в себе разные составляющие. И одна из этих составляющих, совершенно полноценная составляющая – это дополнительное образование. Это дополнительное образование. Ну, тут, может быть, сказалось еще образование авиационного института, потому что для меня очень важно было системно подходить к этой работе. И, с моей точки зрения, дополнительное образование – это грамотно, профессионально выстроенная искусственная образовательная среда, которая позволяет нашим воспитанникам естественно интегрироваться во взрослую жизнь. А взрослая жизнь непроста сегодня. Да, я с вами полностью соглашусь. Вы сейчас вот обозначили роль именно дополнительного образования. А скажите, а какое место все-таки занимает это дополнительное образование вообще, если говорить в целом о Самарском регионе? Я говорить могу об этом не понаслышке, потому что являюсь членом экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам развития дополнительного образования. И я знаю состояние образования в регионах. Так вот, мне очень приятно говорить об этом. И я хочу сказать, что система образования в Самарском регионе в целом, она безусловный лидер. И это одно из лучших образований, которые существуют на сегодняшний день в нашей стране. Ну, наверное, во многом нам просто повезло. Нам просто повезло по одной простой причине, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, он не понаслышке знает о системе дополнительного образования. Он знает все наши чаяния, все наши проблемы, все наши задачи, которые нужно решать. Он активно участвует в этом. И Акопьян Виктор Альбертович, министр образования, тоже наш человек. Поэтому я не скажу, что так уж безмятежно живется в системе дополнительного образования в Самарском регионе. Да, конечно, есть проблемы свои. Но нам сильно повезло. Поэтому мы такие, поэтому мы лучше. Давайте поговорим о молодых специалистах и поговорим о наставничестве. Ваше мнение, зачем нужен наставник? Ну, вы знаете, это абсолютно, наверное, прагматические интересы, которые у грамотных педагогов возникают в жизни. Ну, во-первых, зачем наступать на грабли, если по этим граблям прошел старший товарищ? То есть, соответственно, учитывать в своей работе те ошибки, которые кто-то совершил, и предусмотреть таким образом деятельность, чтобы не совершать эти ошибки, это одна из тех задач, которые существуют у молодого человека. Ну, еще, кроме всего прочего, наставник – это человек, который ведет педагога по жизни. Это человек, который показывает ему дорогу. И можно пройти путь каким-то неоптимальным путем. Можно заблудиться где-то. Можно сделать какие-то лишние, ненужные совершенно движения. А рядом оказывается человек, который скажет, «Слушай, ну, давай-ка вот мы немножко подправим твое направление движения, и вот-вот она цель, постарайся к ней прийти оптимальным путем». А вот, кстати, ваше мнение, под крылом наставника можно идти бесконечно долго, либо все-таки наставник, а в этом и заключается его миссия, должен вот как-то немножечко отдалиться в какое-то время, и дальше молодой специалист пошел сам? – Ну, у меня вообще по жизни существует одна из таких установок. Вообще-то людям не надо делать добро, если тебя об этом не просят. И в данной ситуации навязчивость по отношению к коллегам, к партнерам по работе – это, наверное, не тот путь, по которому нужно идти. Как правило, мы создаем условия, в которых молодой человек или молодая девушка, молодой педагог не сами обращается к нам с просьбой, ну, как-то помочь, оказать, направить, какую-то помощь оказать. Вот это, наверное, правильно. – Да. А расскажите, пожалуйста, Павел Борисович, а кого вы можете назвать своим педагогом-наставником? Был ли в вашей жизни такой человек? – Вообще мне посчастливилось. Меня судьба свела с очень многими талантливыми педагогами, которым я могу сказать громадное спасибо. Но были и в моей жизни великие люди. Собственно, и есть великий человек. Это Амнашвили Шау Александрович. Человек, который приезжал у нас в гости в Самару, ему было интересно посмотреть, а как же выстроена система образования в Самаре, и как его идеи, которые он закладывает в своей научной деятельности, в своей практической деятельности, они воплощаются у нас в Самаре. Он приезжал к нам в гости в Центр внешкольного образования, встречался с нашими детьми, общался. По регламенту у него был заложен визит на 15 минут. Ну, все было расписано, все было очень жестко. Так получилось, что он задержался у нас на 6,5 часов. Ну и, конечно же, я не могу назвать, не назвать своего друга. Мы стали друзьями. Это Бруднов Алексей Константинович. Это, к сожалению, он ушел из жизни в 99-м году. Он не дожил до своего 51-го года. При этом он оставил громадный багаж удивительных совершенно знаний и практических примеров того, как нужно выстраивать систему дополнительного образования. Бруднова в России вообще называют «учитель педагогов дополнительного образования». Это не мое мнение, это общепризнанное мнение. Он тоже приезжал в Самару, он тоже приходил в Центр внешкольного образования, он также завис там надолго. Мы с ним общались. Я часто к нему приезжал на Люсиновскую, а до этого он находился на чистых прудах. Он был начальником управления воспитания и дополнительного образования детей и подростков Министерства общего и профессионального образования России. При этом, казалось бы, это большой человек, к нему не попасть отнюдь нет. То есть я всегда приходил к нему, он принимал открыт, общителем. И вот те какие-то жизненные установки, которые он давал, они на сегодняшний день близки очень мне. И до сих пор близки вам. До сих пор близки, конечно. И я просто не могу не процитировать. Да, пожалуйста. Стихотворение Алексея Константиновича, которое, в общем-то, наверное, является квинтэссенцией его отношения к тому делу, которое было делом его жизни. Человек, как звезда, рождается среднеясной тревожной млечности. В бесконечности начинается и кончается. В бесконечности. Поколениями созидается. Век за веком земля нетленная. Человек, как звезда, рождается, чтоб светлее стала Вселенная. Светлый человек. Светлое отношение к тому делу, которым мы занимаемся. Очень большой смысл, кстати, заложен в этих строках. Каждое слово. Понимаете, я поэтому заглядывал в текст, чтобы каждое слово здесь было. А скажите, пожалуйста, Павел Борисович, вот те постулаты, которые вы запомнили от своих педагогов-наставников, продолжаете ли вы их нести уже в Центр творчества и доносить, самое главное, до специалистов, которые работают у вас? Я хочу сказать, что Центр творчества сегодня – это большой дом, это наш дом. И это часть, очень большая часть нашей жизни. Я говорю не о своей личной жизни, я говорю о жизни всех тех людей, которые живут в этом доме. Это громадная армия педагогов. То есть вот цифры даже, вот просто цифры, если взять, да, у нас получается всего сотрудников 194, педагогов, из них педагогов, 128 человек, понимаете? И все они с удовольствием шагают на работу. И когда мы проводим педагогические советы, когда мы встречаемся, когда мы просто общаемся в малых группах, каких-то творческих объединениях, то мы всегда помним одно. Мы работаем в этом учреждении до тех пор, пока у нас туда с удовольствием идут ноги. Это очень благодарный труд. И это труд, который, в результате которого мы видим, что получилось. Мы видим этих воспитанников, мы видим этих детей, которые стали достойными членами нашего общества. Ну, действительно, пока будешь ходить на работу с удовольствием, не будешь работать ни дня. Но давайте все-таки поговорим, что из себя сегодня представляет Центр творчества, на кого он рассчитан, конечно, как можно к вам попасть, ну и вообще самое главное, что происходит внутри. Ну, мое представление вообще о любом учреждении дополнительного образования – это некий драгоценный кристалл. Понимаете, этот драгоценный кристалл, он имеет много-много граней. И каждая грань, она блестит по-своему. У нас в городе Самара и в Самарской области целая коллекция таких кристаллов. И вот один из элементов этой коллекции, конечно, это Центр внешкольного образования. У нас занимается 5864 воспитанника. Это очень много. Очень. У нас 12 филиалов. У нас основное учреждение. Мы расположены на территории Советского района. Но это не значит, что мы работаем с воспитанниками только Советского района. Мы работаем с детьми городского округа Самара. От 5 и до 18 лет. И, как, кстати, говорил Алексей Константинович Боруднов, он говорил, мы счастливые люди. За нашу работу дети голосуют ногами. Если школа – это нечто обязательное. Куда ребенок хочет он того или не хочет он того. Идти надо. А идти-то надо. Ну, я полагаю, что все-таки в основном дети с удовольствием ходят в школу, и это правильно. Но вот в центры внешкольного образования, конечно, ребенок сам принимает решение, идти ему или нет. Ну, не всегда. Родители тоже, конечно, хотят развития своим детей и направляют. Вы великолепную вещь сейчас сказали. Родители, спасибо вам большое за то, как высоко вы цените то дело, которым мы занимаемся. Вы отчетливо понимаете, что вот это вот образование до полного – это чрезвычайно на сегодняшний день актуально и важно. Потому что школа дает стандарт. Школа дает необходимые знания, которые действительно, они стандартизированы, и они должны быть переданы, освоены, применены и так далее. А вот расширение этих знаний, применение этих знаний, может быть, практика применения этих знаний даже шире, чем то, что дается в школе, то это как раз специфика дополнительного образования. Ну, и нельзя не говорить о развитии коммуникационных способностей детей. Потому что сегодня… Всесторонний, развитый ребенок, успешный ребенок. Конечно, конечно. Ну, страшное дело. Я наблюдаю, когда дети садятся в автобус, мы едем на соревнования. Даже наши дети, да, которые привыкли общаться, которые знают, что нужно общаться, весь автобус сидит в телефонах. Кто в интернете, кто еще в чем-то. Понимаете, и вот это вот электронное поглощение внимания детей, на сегодняшний день отдушиной этого является как раз системой дополнительного образования. Ну, вот, кстати, не будем уходить от основной темы нашей программы, а какое отношение в Центре творчества именно к наставничеству? Практикуется ли оно и продвигается ли, конечно, не только в год педагога-наставника, но и до года педагога-наставника, ну и, конечно, дальше? Ну, одно могу сказать, что в учреждении, в любом, не обязательно образовательном учреждении, нет, у учреждения нет будущего, если в этом учреждении нет молодых. Если нет преемственности поколений, если нет передачи тех... Того бесценного опыта. Бесценного опыта, да, того богатства, который сформирован многими годами. Поэтому вот то, что было в свое время сформировано во Дворце пионеров Советского района, светлая память первому директору Матяниной Людмиле Павловне, она великолепный педагог был, талантливейший педагог. И вот эти вот отношения со-творчества, со-участия, они на сегодняшний день идут по жизни с нами. И, ну, если говорить о каком-то конкретном формальном каком-то применении вот этой вот системы наставничества, у нас, например, есть программа наставничества. Да. Это очень серьезная программа. И в соответствии с этой программой не только молодые педагоги. Не только молодые педагоги. А и педагоги, которые уже в возрасте, они включаются в этот процесс в качестве не только наставников, но и наставляемых. Потому что развитие – это все. Ну, конечно. Без развития дети сразу это почувствуют. И дети поймут фальш. Дети поймут. Дети намного умнее. Да, конечно. А мне кажется, настоящее наставничество, оно и, да, как можно применить сейчас такое модное слово, в коллаборации. Молодые наставники и более опытные. Опытные передают молодым. А молодые чем-то учат и уже в возрасте людей подсказывают, может быть, какие-то современные новинки. Вот, кстати, вы, Павел Борисович, выступали в роли наставника? Понимаете, вот вы говорите о наставничестве, как вот, вот есть как бы два субъекта образовательной деятельности. Есть педагог. Педагог, он такой педагог. А вот это вот наставник. Вот он наставник. А потому что смешалось сейчас педагог и наставник в русском, да, настолько смешались, что люди порой не видят различий. И в нашем представлении означает суть вот одного и того же процесса – обучения и воспитания. А давайте все-таки вот поясните нашим зрителям, в чем все-таки заключается их отличие. Чем отличаются отличия? Ну, во-первых, вся наша жизнь – игра, сказал кто-то из великих. Безусловно, педагог постоянно играет какую-то роль. И эти роли меняются. Он может играть роль педагога, он может играть роль наставника. И, да, и великолепно совершенно, если роль педагога – это то, что он передает им все знания, навыки, умения, все свое дело, которым он увлечен, которым он владеет. Это педагог. А наставник – это человек, который тоже играет роль. И он подает руку помощи в сложных ситуациях. И он направляет на правильный путь тех, кто, может быть, пока еще и обладает не всем объемным знанием, которым обладает этот наставник. Поэтому ответ на ваш вопрос – играю ли я роль наставника? Я не могу ее не играть. По своим профессиональным данным, я должен играть роль наставника как директор центра внешкольного образования, и я должен играть эту роль как педагог дополнительного образования. Вот поэтому вы сегодня гость программы «Наставник на Самары ГИС». Спасибо вам большое за интересную беседу, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, а мы обязательно продолжим встречаться с такими интересными людьми и наставниками. Всего хорошего. Спасибо большое. Всех благ. Спасибо. 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 Спасибо.